Улица Магистральная Губкинского – одна из самых оживленных. На участке напротив здания ГИБДД расположена автобусная остановка. Рядом знак «Пешеходный переход». В этом году принято решение на этом участке дороги сделать тротуар. Перейти дорогу пешеходы могли, а вот дойти до здания госавтоинспекции им необходимо было, то есть по краю проезжей части, что создавало помехи не только у нас для пешеходов, но и для участников дорожного движения, таких как водителей. Тротуар обустроят по обеим сторонам дороги. Работу выполняет подрядная организация «Информавто». На сегодняшний день завершены все подготовительные работы. В том месте, где будет располагаться тротуар, срезан плодородный слой земли, уложена водопропускная труба, участок отсыпан песком. Осталось уложить дорожную плиту и нанести разметку на проезжую часть. «Срок исполнения у нас стоит по графику 30 июня текущего года. Я думаю, что все-таки мы постараемся закончить чуть-чуть раньше. Это в общих интересах, потому что создаются неудобства пешеходам, автомобилистам. То есть стараемся завершить пораньше». Также подходит к завершению ямочный ремонт на улице Магистральной. Сейчас работы ведутся вдоль промышленной зоны города. Все неровности дорожного полотна засыпают битумной эмульсией и щебнем. «Пока мы большие стараемся, которые мешают машине, чтобы диски не повредить, все на свете. А так в основном все заливаем, все, что есть». После завершения работ на Магистральной дорожники приступят к ремонту других улиц Губкинского. «Это у нас еще улица Таежная, улица Строителей. То есть там уже износ асфальта повышенный. Даже на тех местах, где производился ремонт, осадки атмосферные и снова образовываются новые участки повреждения. Асфальтного полотна. Несмотря на это, все равно весь объем работ будет выполнен». Кроме ямочного ремонта, сотрудники автодорсервиса выполняют и другие работы. Песок, которым зимой посыпали перекрестки, летом собирают вдоль бордюров в небольшие кучи. После чего с помощью амкадора он будет вывезен для хранения в специально отведенное место. С наступлением гололеда этот песок вновь будут применять на скользких перекрестках Губкинского. Также традиционно летом обновляют и разметку. Вначале ее нанесли в районе образовательных учреждений города. Затем на нерегулируемых перекрестках. Сейчас обновляют на центральных улицах города. Работы ведутся с 8 утра до 8 вечера, чтобы успеть их завершить к середине июля. Повторную разметку на зебре обновят ко дню города. Наталья Рябинина, Денис Гонцов, Новости Губкинского.